здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий интересный вопрос имеется ли ангел-хранитель у небесных объектов звезд планет городов стран всего живого мы не можем знать наверняка но можно догадываться догматическом богослове пишут что могут быть ангел-хранители у отдельных людей крещенных некрещенных у городов обществ у стран у планеты но не обязательно как постоянно присутствующие и помогающие бог сам решает когда кого послать для чего с какой целью на какое время потому что все таки ангелы это духи подчиненные они вестники они помощники они поступают так как бог им велит есть даже такое предание согласно которому единица был ангелом-хранителем земли вот но увидев потенциал человека который выше его собственного позавидовал и решил осуществить такую хитрую комбинацию очернить человека унизить его доказать богу что он не стоит той любви и того потенциала обожжения который господь наделил человечеством в лице адама и евы но не мог он предположить что бог настолько возлюбил мир что отдаст сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную и еще больше только озлобился осатанил и стал богопротивником навсегда есть такое мнение вы можете встретить его в те же учебниках по догматическому богословию я не сам от себя это придумал в частности допустим авторство с олега доводенкова может быть что-то на эту тему написано в догматике митрополита илариона алфеева но я не читал поэтому не могу сказать наверняка но в старых учебниках то точно есть вот насчет кстати помните как ветхом завете был ангел-хранитель представлен к тави уж точно не крещённый православный христианин мы знаем как в апокалипсисе ведется диалог с ангелами церквей в частности как строго говорится ангелу ладикийской церкви возможно в наших поместной церкви есть свои ангел-хранители как знать в любом случае то что я говорю это не является догматическому течением нашей церкви это мнение некоторых отцов это вошло в предание нашей церкви возможно не бесспорно как говорится помрем тогда узнаем как у нас на самом деле когда апостол павел говорил что будучи восхищен до третьего неба слышал то что не словно сказать не первого писать то же самое можно сказать всей структуре небесного царства если бы оно так легко описывалось как нам хотелось бы то можно было бы засомневаться в его истинности потому что если мир небесный подобен миру земному то не люди ли его выдумали поэтому тайны некоторые есть что-то нам открыто на основании писания мы можем сделать некоторые выводы но все равно уходить от них не настолько далеко чтобы нас могли обвинить в какой-то ересь поэтому есть на чем подумать есть на чем поразмыслить и пусть наши ангел-хранители тоже молятся о нас и от нас не отходили по нашим грехам внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео